Театр оперы и балета Якутии имени Суруна Маллона находится в гастрольном туре. Труппа с успехом выступила на двух московских площадках. На исторической сцене именитого Большого театра якутияне представили оперу «Князь Игорь», а в консерватории имени Чайковского концерт «Ария Севера». Сейчас якутияне уже в Смоленске. Репортаж Айсены Бурнашовой. Песня «Ария Севера» Я хочу, чтобы радость и вдохновение было к началу спектакля. Это было бы шикарно. В основе постановки лежит памятник русской литературы «Слово о полку Игореве». «Князь Игорь» хотел добиться победы над половцами без лишней помощи, но в итоге вернулся в разоренный Путивль с горечью поражением. Богатырский размах постановки приковал внимание полного зала зрителей. Среди собравшихся также и представители власти республики. Выступать в Большом театре города Москвы. С одной стороны, это очень большая ответственность и очень большая тесть. Все это началось от получения федерального гранта. Мы начали с города Пекина, с Китая, и вот сегодня в Большом театре. В якутской версии постановки использован хамус, а половецкие пляски в новинку представлены в эстетике современной хореографии. В остальном, князь Игорь в постановке Андрея Борисова все так же отражает грандиозность народных сцен, с шикарной музыкой, ариями героев и с мощным звучанием хора. Опера, призывающая к единению, не оставила зрителей равнодушными. Однозначно, театр оперы и балета Якутии покорил Москву. Столичные зрители аплодировали стоя. Очень хорошо обращались с музыкальным материалом. Так как это не полная версия, я считаю, что это очень достойно. Впечатления хорошие, голоса сильные, все неплохо. Еще весной купили сюда билеты. Интересное оформление спектакля, поэтому посмотрели с удовольствием. После выступления артистов театральные обозреватели и критики также не остались в стороне и поспешили поделиться своим мнением. Впечатления очень сильные, хотя я признаюсь, что неожиданные, потому что все-таки смешение Бородина с национальным искусством для меня было ярким, очень запоминающимся. Гастроль удалась. Это хорошая мотивация для дальнейшей работы. Очередное выступление и вновь историческая сцена. Концерт «Ария Севера» предстал перед москвичами на площадке Большого зала консерватории имени Чайковского. На торжественном открытии мероприятия от имени Якутии руководству консерватории были вручены памятные подарки. Такие гастроли именно состоялись благодаря юбилейной дате. 45 лет назад был образован музыкальный театр. Мы все знаем, как оно возрождалось и как возрождался театр. И мы знаем всех наших солистов, которые действительно являются звездами. И мы гордимся этими именами. Солисты оперы, хор и симфонический оркестр Якутского театра создали настоящий праздник музыки. Здесь прозвучал и ториадор из оперы «Кармен» и фрагменты из Евгения Онегина и князя Игоря. Нельзя не отметить шедевр Карла Орфа – кантату Кармина Бурана, шикарно исполненную хором Якутского театра. А завершился концерт общим выходом всех артистов театра оперы и балета Якутии. Первая вещь, в которой звучали нотки якутские, они прямо всколыхнули воспоминания о родине. Искусство, я хочу отметить, что это универсальный язык. Это как живопись, так и музыка, и симфонический оркестр, и опера. Меня очень радует, это очень приятно, что у меня в республике настолько высокий уровень артистов. Прям очень благодарна и очень рада видеть всех земляков. Обширная гастрольная программа театра оперы и балета позволила им одновременно выступить в двух городах России – Москве и Смоленске. В драматическом театре имени Грибоедова артисты уже представили три балета. Московский зритель, критик, он очень искушен, он избалован. Но то, что мы увидели, конечно, превзошло все наши ожидания. В Смоленск здесь у нас прошли спектакли «Сильфида», «Ромена дельетта». Сегодня прошел очень при большом скоплении ребятишек детский балет «Страна фонталь». Оперой Джузеппе Верди «Аида» якутияне завершат свой гастрольный тур в Смоленске. А завтра театр оперы и балета Якутии предстанет уже перед белорусскими зрителями в Минске. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», город Смоленск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова